Вопросы газификации обсудили сегодня на еженедельном совещании главы с правительством республики. Сегодня голубое топливо доступно практически всем жителям Чувашии. Однако периодически возникают вопросы с газификацией новых промышленных объектов и жилых массивов. Сейчас в плане графики пять таких объектов. Газовые сети Чувашии в общей сложности занимают 15 тысяч километров. Единственной негазифицированной территорией остается ли убережная часть столицы республики, то есть заволже. Этот объект включен в пилотную программу «Газпрома». Его сметная стоимость – порядка 600 миллионов рублей. В настоящее время уже начато проектирование. Строительство остальных объектов, газификация многоквартирных домов в Чебоксарах и Новочебоксарске и промышленной зоны столицы уже начаты. Работы выполнены на 85% и больше. О вовлечении в оборот неиспользуемых участков земли рассказал министр имущественных и земельных отношений Анатолий Кузьмин. На сегодня составлен и постоянно пополняется единый информационный ресурс, куда занесены практически все незастроенные территории по зонам, пригодные для строительства, земледелия и так далее. Ресурс находится в открытом доступе, что очень удобно для инвесторов и всех разрешительных органов. В Чебоксаре по результатам аукционов переданы в аренду 6 земельных участков общей площадью 5,5 гектаров в городе Чебоксаре для строительства индустриального парка. Продан один земельный участок площадью 3,9 гектаров в Маргаврском районе для инвестиционной деятельности. Доходы в республиканский бюджет Чебоксаре от аренды платы земельных участков в ранее включенных единый информационный ресурс составляет 409,5 тысяч рублей ежегодно. А от продажи земельного участка в 2014 году поступило 2,026,000 рублей. Глава Чувашии поручил активизировать работу по ведению единого информационного ресурса. Для того, чтобы привлекать инвесторов, для того, чтобы продавать эти земельные участки, создавать благоприятные средства. А то, что там по долгам, там не надо суда обращаться. Просто арендодатели в лице администрации района должны подавать на сегодняшний день. Уведомить просто-напросто арендатора и расторгать эти договора за имеющиеся долги. Елена Гальперина, Надежда Яковлева, Сергей Рябчиков. Республика.